книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3151 что еще до начала всезарубежного собора настораживала лично вас отвечает игнатий тихонович лапкин кому-то покажется мелочью но мне весьма удивительно было читать предписание в каком виде следует быть на соборе цитата 6 мая 2006 года в субботу четвертого дня состоится встреча о дегитрии русского рассеяния курска коренной чудотворной иконы затем панихида по присно памятным перво иерархам русской православной церкви за границей и всенощное бдение троеточие просим всех делегатов священнослужителей на богослужениях и на всех рабочих сессиях четвертого всезарубежного собора быть одетыми в черных рясах а делегатов мирян в пиджаках и галстуках начин открытия духовенству обязательно кому положено быть в клобуках и камилавках по одному этому отрывку уже нужно признать что разницы между московской патриархии и русско-православной церковью за границей нет и пусть они кавычках венчаются встреча одегитрии как одушевленного и как личность разве может заменить библию или поклонение образу иконе равнопокорности слову божию относительно панихиды нужно молиться чтобы перво иерархии не восстали из могил а то бы они тут же и умерли бы как же так рпцз скатилась к собственной могиле неужели антони филарет и анастасий стали бы участниками этого позора и поставили свою подпись что всю жизнь они не туда тянули борозду но совершая панихиду нужно и воображение иметь не хоронить свою совесть глубже их скелеп склепов что до галстуков масонских знаков то тут комментарии излишне кто дал эту установку и почему с ней согласились тамошние патриоты галстук не атрибут одежды он не греет не украшает просто готовая для преступников петля галстук изначально вводился для замены нательного креста только через галстук видно кто же заказчик этой пьесы что исполнители жалкие трусы тут и им понятно цвет черный отражает внутреннее содержание этой вакханалии по объединению тризна и траур достаточно одного послания епископа даниила и уже сидели бы спокойно забыв об объединении о разрушении рпцз лавсаик страница 106 цитата аполлос много порицал тех которые носят оружие и отращивают волосы ибо такие люди по его словам тщеславятся и стараются нравиться людям языки 2032 и что приходит вам на ум совсем не сбудется вы говорите будем как язычники как племена иноземные служить дереву и камню серахова 2027 одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его первопроходцам нелегко нам быть особенно в библейском толковании тысячелетия толклись быть может у корыт доспехи для монашества ковали а следовало надо бы вникать и сращивать сравнение пророков искать изюминку и золото в стихах не пропустить и йоту ненароком те пионеры числятся в отцах искусных толкованиях библейских еретики пытаются кромсать свою выпаривая в закоулках плесень но столько упущений завелось в крещениях в служениях в обрядах что безмытежность выдула насквозь хотя решение в простоте и рядом быть первым начинающим с нуля печатно и ответственно в потомках противники побитые скулят непросвещенные из подземелий темных им их имена сотрутся через час иное не другом не светит и не брежет в хвосте плетущимся прилично лишь мечтать высовывать свой нос как можно реже в забытых и заброшенных садах раздолье для прививок и массиву преодолеть пред цензором свой страх оригинально выйдет и красиво разрыв во времени сумершим и забытым заполнится слезами сожаления а плакать искренно безвременно убитых коль промолчим не так же ли сотлеем и потому троплю свою стезю разворошив монашеские кельи первопроходцами апостолов там зрю они и ныне многое успели 2 июня 2006 год игнатий лапкин